Итак, это было на разогрев, и сейчас я предлагаю вам главное блюдо, которое Господь накроет на этом шикарном столе. В среду, я думаю, многие из вас были впечатлены уникальным служением этого уникального человека, пастор Сергей, он же архиепископ Украинской Реформаторской Православной Церкви. Встречайте! Добро пожаловать! Слава Иисусу Христу! Слава нашему Господу! Давайте встанем, друзья, братья, сестры, и все вместе исповедуем символ веры. И скажем следующее. Я верую во единого Бога Отца, Всемогущего, Творца неба и земли, Всего видимого и невидимого, и в единого Господа, Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, от Отца Рожденного, Прежде всякого времени, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, Рожденного, а не сотворенного, Единосущного Отцу, Через Которого все сотворено, Через Которого все сотворено, Через Которого все сотворено, Нас ради людей и нашего ради спасения, Сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Девы Марии, И ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего, и воскресшего в третий день согласно Писанию, и вознесшегося на небеса, и сидящего на почетном месте у Отца, И вновь грядущего, со славою, чтобы судить живых и мертвых, И его царству нет и не будет конца, И в Духа Святого, Господа истинного и животворящего, От Отца пришедшего, со Отцом и Сыном, Мы Ему равно поклоняемся и прославляем Его, И Он говорил нам через пророков, Во единую, святую, соборную и апостольскую церковь, Исповедую единокрещение и оставление грехов, Ожидаю воскресения мертвых И жизни будущего века Аминь! 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 Аплодисменты Отцу, Сыну и Святому Духу! Аплодисменты Отцу, Сыну и Святой Духу! Тебе наши аплодисменты, Тебе наши слова благодарности, Прими Господь это! Слава Тебе, Господь! Аплодисменты Отцу, Сын и Святой Духу! Слава Иисусу Христу! Пожалуйста, присаживайтесь, возлюбленные братья, сестры, благоставений Божьих каждому из вас. И я рад вас приветствовать именем Иисуса. Передаю привет сейчас от моей семьи, от моей супруги. Я епископ, но я нормальный епископ. Как и положено быть епископу. Нормальной ориентации. Привет вам от моей супруги, от наших шестерых детишек. Слава Богу. И вам того же. А то, когда неверующие слышат шестерых детей, говорят, мои соболезнования. Но верующие, слава Богу. И, друзья, а также я, пользуясь случаем, передам привет от наших церквей, епископом которых я являюсь. Это Украинская Реформаторская Православная Церковь в Киеве, в других городах Украины. Сегодня это служение, оно транслируется. И я, пользуясь случаем, передам привет, потому что некоторые наши братья, сестры сегодня также смотрят эту трансляцию. И замечательно, что с помощью таких новых технологий мы можем быть даже порой в разных странах, но быть в одном служении, быть в одной молитве на самом деле, ощущать близость друг к другу и вместе славу Богу воздавать. Люди разных, даже конфессий, деноминаций, даже те, кто, может быть, постесняются или не захотят по каким-то убеждениям, суеверием прийти в такое собрание подобное, с помощью вот такого служения в интернете, они могут наблюдать, слушать и, в общем-то, делать выводы. Я убежден, что Господь наш грядет, друзья мои, и время начать суду именно с Дома Божьего. И я убежден, что мы живем во времена, на самом деле, самой величайшей реформации, которая охватывает уже на сегодняшний день разные динаминации, разные христианские конфессии. И желает кто-либо из нас или не желает, но сегодня реформации приходят во все сферы, и в политику, и в экономику. Но, друзья мои, самое пристальное внимание Божье, конечно же, это внимание на Церковь. Божье внимание на народ Божий, в первую очередь. Потому что, если Церковь здоровая, то и общество, она сможет оздоровить. Но, если Церковь больная, она не сможет дать здоровье обществу. Библейский принцип, друзья мои, что имею, то и даю. Чего не имею, того и не могу дать. И, в общем-то, Церковь Христа сегодня переживает, на самом деле, величайший из реформаций. Один из величайших проповедников в истории христианства, наш современник Билли Грэм, он сказал на одном из последних русейдов, что за последних 40-50 лет 20-го столетия обратилась к Богу, приняла Иисуса Христа спасителем, приняла крещение в согласии со своей верою, добровольно, по своим убеждениям, примерно столько же, сколько за всю предыдущую историю христианства вместе взятую. 19,5 столетий вместе взятых. И на самом деле, друзья мои, даже такой легкий экскурс в историю позволяет нам увидеть уникальность нашего времени. Я, когда узнаю подобные факты, я Бога благодарю, я начинаю ценить больше свое время, в которое я живу. Друзья мои, нам порой свойственно смотреть назад или вперед, но порой пропускаем мы весь вкус нашего времени. Переходное время, да, тяжеловато порой нам, но уникальное время. И слава Богу, что Он оказал нам великую честь, чтобы мы жили в это время. И, друзья мои, также, кстати, есть еще и другая статистика. Я вспоминаю сейчас еще одну статистику, что в течение 20-го столетия, на протяжении 20-го века, за Христа Иисуса, за веру во Христа подверглось репрессиям, гонениям и убийствам примерно столько же христиан, сколько за все 19 столетий вместе взятых. 20-е столетие оказалось самым кровожадным в истории христианства. Я был позапрошлом году в Атланте, штат Джорджия, и был на конгрессе южных баптистов. И один из докладчиков, он представлял собой международную миссию, он сказал следующее, что по подсчетам международного этого комитета, на самом высоком уровне, который работает, каждых 5 минут на нашей планете кого-то убивают за веру в Иисуса Христа. Да, чаще всего это страны Африки, Инда-Китая, страны арабского мира. Один мученик уходит с нашей планеты. Вот наше служение прошло определенный период времени уже. Сколько уже братьев наших сестер своей кровью за веру во Христа Иисуса заплатило уже и пришло пред лицо Божье. Мы свидетели тому безобразия, что происходит на наших глазах буквально в Индии, в других странах мира. Друзья мои, какое-то время назад и здесь, в бывшем Советском Союзе, люди платили цену своей жизни, своей крови. Много верующих не вернулось с полей Казахстана, с степи Казахстана, с Сибири. Советский ГУЛАГ был просто-напросто наполнен многими тысячами и тысячами этих мучеников, героев веры, которые ушли в вечность, не увидев сегодняшнего дня свободы, так и не увидев своими глазами эту свободу, но однако же, молясь за эту свободу, однако же, платив цену за эту свободу. Друзья мои, и сегодня мы, переняв эстафету веры, поколение, уже начало 21-го столетия, обязано кое-что знать, что было перед нами и ценить время, уникальное время, в котором мы сейчас живем. Друзья мои, некоторые люди в прежние столетия, в прежние поколения, рискуя своей жизнью, свидетельствовали о Христе. Сегодня нам ни костры инквизиции уже не грозят, ни за стенки КГБ. Сегодня на самом деле пришло время благовествовать, время нести Слово Божье. Единственное, что может нас останавливать, это наши внутренние страхи, фобии религиозные и прочие переживания. Но Бог дает нам, верующим, новое сердце, новое мышление. Слава Иисусу Христу! И, друзья мои, я убежден, что время начать суду именно с Божьего дома. И сегодня я буду говорить, буду, как бы, такой экскурс в историю. Я православный реформатор. И, конечно, в первую очередь я дружусь для реформации православной церкви. И это мое служение перед Богом. Кстати, для тех, кто не был в среду, пастор Алексей Ледяев, так же, как и пастор Сандей Аделаджа, Кент Маттокс, Джон Эхард, они стали, по сути, отцами тоже православной реформации. Когда 3 февраля 1 года возложили на меня тоже свои руки и помазывали на сегодняшнее реформаторское православное служение. Так что, в общем-то, для меня новое поколение – это не чужая церковь, ни в коем разе. Это не вот такая церковь, которая для меня очень далекая. Это моя, близкая мне, это родная мне церковь. Слава Богу! Можно говорить часами об исторической правоприемственности и родословиях, спорят порой богословы, кто древнее, кто более древняя церковь, какая динаминация самая такая исторически правомочная. Но, друзья мои, я Богу благодарен за то, что сегодня в духе и в истине, не в убедительных словах, не в родословиях, но в духе и в истине Божья церковь восстает. Слава Богу! И, друзья мои, я хочу напомнить сегодня один фрагмент из Библии, который, думаю, отрезвляюще очень звучит сегодня. Сегодня я убежден, что каждый христианин должен задать себе следующий вопрос. Какого я духа? Потому что кто духа Христова не имеет, тот не его. И, в общем-то, не по одежке мы должны судить. Пока на сегодняшний день удивительным, конечно, является, что, допустим, священнослужитель в рясе, вот с крестом или с панагией на груди, он проповедовал в протестантской церкви. Пока у нас это редкость, редкое явление. Хотя для нового поколения уже это не впервой. Это я знаю. В общем-то, между нами реформаторами вас удивить уже трудно. Слава Богу. Здесь чего только не было. И кого только не было. Мне нравится, что пастор Алексей, он не сектант. Мне очень нравится, что он не узко мыслит, он не закрывается в интересах своей динаминации, своей церкви. В общем-то, я Богу благодарен, что и Бог и меня освободил от сектантского мышления. Я Богу благодарен за то, что он меня вывел из моего гроба, моих человеческих представлений определенных, и открыл мне глаза через слово свое. Потому что Иисус сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Аминь. Так вот, я напомню историю, которая записана у евангелиста Луки в 9 главе. И в этой истории в конце главы рассказывается, что Иисус однажды, он послал вестников при лицом своим, как написано в 52 стихе. И эти люди пошли, и они пришли в село Самарянское. Село Самарянское, мы знаем, оно не приняло Христа, не приняло Иисуса, не только как Христа. Они видели в нем еврея, которые путешествуют. И, в общем-то, мы знаем, что иудеи с самарянами тогда не сообщались. И меж такие, знаете ли, национальные такие барьеры не позволили самарянам принять благоставения, которые они могли бы получить. Их больные не исцелились, их прокаженные не очистились. Лишь потому, что национальные вот их убеждения и религиозные, их предрассудки не позволили им принять Иисуса на свою территорию. Как много мы порой теряем, на самом деле, друзья, к сожалению, из-за некоторых своих страхов, из-за некоторых своих таких вот фобий. И вот, но Бог освобождает нас от этого. Меня Господь на моей второй родине, духовной моей родине в Украине, я сам россиянин, родился в России, но моей второй родиной стала Украина. Я являюсь украинским епископом на сегодняшний день, украинской церкви православной. Так вот, и меня Бог освободил от того, что еще Ленин называл великоросским шовинизмом. Знаете, я специально не думал там об украинцах плохо, но это как-то с самого детства, со школьной скамьи, оно как-то закладывалось еще в советское время. В общем-то, это было подтекстно. Для меня, допустим, раньше Украина это были, ну, хохлы, бандеровцы, сало, обрезы, ну, как бы ничего, в общем-то, положительного. Вот я извиняюсь, но это, в общем-то, средний обыватель российский, в общем-то, так и мыслит по сей день порой. Но, приехав в Украину, я увидел кое-что другое. Я пережил Бога по-особому. И, в числе прочего, я Бога благодарю за то, что Он освободил меня от этих моих предрассудков, моих суеверий. И, друзья мои, представляете, однажды мне снился сон, что я проповедую большому собранию, прям под небом открытым, на украинской мове, на украинском языке. Представляете? Хотя я перед тем, я только приехал, я еще там пару слов не мог выучить на украинском. А здесь проповедую, и я еще подумал, во сне же понял, что откуда я знаю этот язык. Было странное ощущение, как будто я был сразу на двух языках, мыслил. И откуда я знаю эти слова? Потом испугался даже, а люди понимают ли меня вообще, то, что я говорю сейчас? И я увидел, что эти люди, они понимают прекрасно. Некоторые даже плакали, и я их видел, поэтому я понял, что это их касается на самом деле. И я удивлялся, откуда я знаю такие слова. А потом, потом было следующее, я проснулся, но я еще говорил еще эти слова, украинские слова. И это было для меня знаком тогда, кстати, знаком еще, что в Украине я не проездом, как я думал тогда. Я думал, я ненадолго, в общем-то, в гостях побуду и уеду. Но получилось так, что надолго. И в Украине Бог меня призвал к такому моему реформаторскому православному служению. Слава Богу! И, друзья мои, так вот, и здесь говорится, что ученики Иисуса, они обиделись. Их гордость тоже была задета очень сильно. И они, написано в 54 стихе, «Видя то ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Аминь. Вот «Какого вы духа» в 55 стихе. Пусть это будет названием как раз вот сегодняшнего моего выступления. «Какого вы духа?» И я понимаю, что я, как христианин, я должен проверять себя время от времени. Какого я духа? На самом деле, это величайшая ответственность стоять перед Богом, когда Господь приходит. И Иисус, Он, как некая такая лакмосовая бумажечка, Он проверяет, каково мое нутро. Потому что с виду вроде бы все это и то, и то, и то христианство. Знаете ли, но когда Иисус, Он проверяет мое нутро, Он показывает действительно, вере ли я. И я прошу Его тогда, Господь, если что-то не так во мне, направь меня на путь вечный. Если где-то я искривил пути свои, направь меня на путь свой, измени меня тогда. И в общем-то, друзья мои, слава Богу, что Господь не дает нам верующим вот так вот осуетиться, присытиться, забыться, и время от времени напоминает нам о себе. Слава Богу. И какого духа? Очень часто в истории христианства мы видим, к сожалению, что церковь была непослушна Христу. Очень часто в истории христианства мы видим христиан, наполненных не тем духом, каким должно им было наполняться, духом святым, духом Христовым. Так вот, вспомним хотя бы момент крещения Руси. 1020 лет тому назад Киевская Русь была крещена. Но русский писатель Лесков, Николай Лесков, работая еще в конце 19-го столетия, он написал следующее, что Русь была, говорит, крещена, но не просвещена. То есть крестить крестили, но просветить забыли. Но крещение без просвещения это ничто. Это просто игра в крещение. Друзья мои, и о самом крестителе, князе Владимире, тот же самый Николай Лесков написал следующее, по тем временам крамольные мысли. Потому что то было время царского самодержавия, православного самодержавия. И он написал следующее, что, говорит, он принял христианство, но не принял Христа. Вы знаете, христианство без Христа это очень опасная смесь. Христианство без Христа это снадобие, которое с виду, вроде бы на цвет, вроде бы по консистенции то же самое, да опасно, чрезвычайно опасно. Друзья мои, и христианство без Христа, оно рождало в истории монстров, вроде священной инквизиции, унесшей миллионы душ людских, вроде крестовых походов. Христианство без Христа рождало и рождает монстров. Один индийский мыслитель, кстати, не христианин, сказал следующее, сказал это в интервью Британской газете, что он считает следующее, что если бы вы, англичане, пришли к нам, говорит, без пушек и ружей, а с Иисусом Христом и с Новым Заветом, то вся бы Индия была бы у ваших ног без единого выстрела. Но что, как поступили, к сожалению, очень многие миссионеры того времени, они английские, опираясь на штуки колониальных войск, пытались насаждать христианство принудительное такое, знаете, добровольно принудительное. Но подобные медвежьи услуги в Царстве Божьем, они ужасны, потому что они производят противоположные действия, они лишь озлобляют население, они лишь неправильный образ представляют Христа, они лишь отвращают, по сути, такие действия людей, предназначенных для спасения от самого Спасителя Иисуса Христа. И тот же индийский философ сказал следующее, что я, говорит, люблю Христа и Иисуса как Христа, но я не люблю христиан, которые убивают наших мужчин и женщин и грабят наши ресурсы нашей страны и относятся к нам, к людям второго сорта. Люблю Христа, но не люблю христиан. Это звучало как приговор. В России подобную проблему очень остро прочувствовал Лев Николаевич Толстой, который противопоставил Христа и Церковь друг другу. Конфликт ужасный. Сам Иисус, что брать нам, философов и писателей, сам Иисус этот конфликт, он очень остро показал. В книге Откровений, в конце третьей главы, он сказал, сам Иисус сказал, что все стою у двери и стучу. Если кто услышит мой голос и отворит мне дверь, я войду к нему и буду с ним вечерить, и он со мною. И он это сказал не для неверующих, а сказал это для церкви, кто имеет уши да слышит, что дух говорит церквям. То есть, в первую очередь, у него проблема достучаться до своих. У него нет такой проблемы достучаться до неверующих, до хрестоматийных грешников. Ему проще прийти в жизнь людей, не религиозных абсолютно даже. Спасти наркомана, алкоголика или проститутку, Богу труднее, я это знаю, чем спасти батюшку, чем спасти религиозного человека. Пришел к своим, свои не приняли. Но тем, которые приняли, дал власть быть чадами божьими, которые от Бога родились. Слава Богу! И, друзья мои, молясь, и я тружусь для того, не только молюсь, я и тружусь для того, чтобы церковь моя была реформирована на самом деле, чтобы православие, не просто отдельные новые юрисдикции, православные такие живые сейчас появлялись в Украине, в России, в других странах союза бывшего Советского, безбожного союза, рухнувшего союза. Так вот, но и моя молитва, и труд для того еще, чтобы вся эта махина православная, чтобы сегодня на самом деле разных юрисдикций обновилась в Божьем Святом Духе, чтобы Божье Слово звучало в каждом храме, чтобы священники были не слепцами, духовными ведущими слепых других в пропасть, в преисподнюю, но чтобы прозревшее священство вело прозревший народ в Царство Божье. И время это не за горами, друзья мои. Я Богу часто говорю, Господь, если Ты мог меня переубедить, если Ты смог меня, Ты его так спасти, от моих многих суеверий, Ты можешь спасти других батюшек. В конце концов, в 6 главе Деяния рассказывается, что многие священников покорились вере. Если Бог тогда мог еврейских священников покорить вере, Он и наших, и у русских, у украинских, и белорусских, и других священников покорит вере. В вере в Бога, в вере в Иисуса как Спасителя Господа. Последних 12 лет я... До того я был традиционным священником православным, но последние 12 лет уже в новом качестве я теперь не ломаю голову над вопросом, к какому святому, в какой нужде мне молиться. Я сегодня свободен от многобожия, и я говорю братьям моим, и говорю многим православным христианам, что говорю, нет нужды нам сегодня искать кого-то еще, кому мы можем молиться. Уже ответ прозвучал 2000 лет тому назад, что я есть путь, истина и жизнь. И никто говорит, он подчеркивает, сам Христос подчеркивает, и никто не приходит к Отцу, как только лишь через меня. Сам Иисус Христос Спаситель. Я однажды слушал рассказ свидетельства одного брата, бывшего мусульманского священнослужителя, который 29 лет работал в мечети Муллой, который закончил Каирский университет, очень престижнейший в своем религиозном мире, который сегодня является евангелистом, чернокожий, франкоговорящий евангелист. И вот, и этот брат рассказывал свою судьбу интересную. Он знал о Христе, об Иисусе Христе, что это один из пророков. Он знал, в принципе, он был научен в своей религии неплохо. Но для него Христос был одним из многих. Но пришло время, когда с ним было плохо очень. И внешне, знаете, религия внешне, она может быть, нас держит в хорошем таком виде. Но внутри, Бог-то смотрит, что внутри, и нам-то, когда остаемся один на один с самим собой, важно не, что будет на показ, а что внутри нас. Так вот, и тому мусульманскому служителю было не добровадо. В общем-то, врачи поставили на нем крест, как говорится, или как, или полумесяц там, ну, то есть, ну все, одним словом, приговорили его, короче, уже по сути, к смерти. Потому что болезни были такие неизлечимые. И вот, и он был настолько уже слаб, что он в мечеть уже не появлялся. Намаз еле-еле мог совершить у себя дома молитву, то бишь, и без посторонней помощи не мог ни подняться, ни опуститься. И вот однажды у себя в комнате, он не мог подняться с намаза, и просто сидел на полу, и он рассказывал эту историю. И он вдруг вспомнил, он кое-что вспомнил, что ему такой же чернокожий, такой же франкоговорящий, но христианин говорил, что если тебе будет однажды очень тяжело, то вспомни тогда, что Иисус, или Иса Масих, как ты его называешь, Иисус Христос, он, говорит, не просто один из пророков, он не просто один из многих, а он есть Спаситель, он есть Господь. И вот тот мусульманский священник, он вспомнил это, и он впервые в жизни, переступив через многие свои убеждения некоторые, он обратился к Иисусу, как не просто Христу, как Спасителю к своему. Он попросил прощения, и он попросил помощи. Одним словом, я вкратце скажу, что было чудо. Во-первых, чистую совесть никто не может дать, религия не может дать чистую совесть. Исполнение обрядов, даже самое добросовестное, пройдено, я проверил тоже и на себе, оно не может дать чистую совесть. Но когда Бог омывает нас, друзья мои, вот это ни за какие деньги не купишь уже, это ни за какие обряды не обменяешь. И вот этот мусульманин пережил, во-первых, внутреннее такое исцеление, облегчение, свободу от грехов. И вот дальше, в течение короткого времени, вместо того, чтобы сойти в могилу, он, по сути, ожил, потому что он пережил исцеление. И вот, но еще год он оставался тайным христианином. Он продолжал исполнять обязанности мулы в своей мечети, ходил на служение, совершал намазы, как положено, пятничные. Но домой приходя, он совершал намаз свой, своими словами. И читал Библию, Новый Завет на своем французском языке. И обращался к Иисусу, как к Спасителю своему. И однажды тот человек в большом собрании священнослужителей мусульманских, он, одним словом, он признался, что он христианин. Что вот год назад, говорит, это был Христос в моей жизни. Что он меня спас. Его там чуть не убили. Его же коллеги. Чуть не задоптало его все это собрание. Его это собрание. Но его спасло то, что его посчитали сумасшедшим. Но потом разговоры дальнейшие с ним, в общем-то, они убедили коллег, что он здрав. Но именно то с ним и произошло. Он стал христианином. И его приговорили к смерти. Но просто случайно, будем так говорить, как бы случайно, вот знакомые, друзья его помогли ему переправиться, бежать из его страны. Его укрыли в посольстве американском. И тайком его просто вывезли из страны по чужим паспорту. В общем, и до сих пор, уже годы определенно прошли, до сих пор, вернувшись в свою страну, его ждет смертная казнь. Потому что его братья настаивают на смертной казни для него. Потому что он как священнослужитель, как богослов, и вдруг стал христианином. Ну ладно, там долгая история, может, как-то потом еще расскажу. Но, вы знаете, что интересно, слушав того мусульманина, бывшего, ставшего вот таким евангелистом убежденным, я вспоминал себя самого. Я вспоминал свои переживания. Простого сельского батюшки. Я не был мусульманским священником, я был православным священником. Но проблема-то у меня была та же. Христос был для меня одним из многих, кому я молился. Он был в моей жизни, но он был одним из многих, в общем-то. Но ведь и мое пробуждение пришло тогда, когда я осознал уникальность личности Иисуса и отказался кому бы то ни было обращаться вообще, на кого бы то ни было уповать. В Новом Завете сказано, что ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Одно лишь имя. А в такой нужде, а в другой нужде? Одно лишь имя. Небо говорит одно лишь имя. Это имя Иисус. Друзья мои, реформация – это возвращение к старому. Это возвращение к тому, что было изначально. В христианстве изначально это было уже. Некоторые говорят, ты протестант, ты стал с протестантом общаться, ты сам стал протестантом. Говорю, друзья, братья, побойтесь Бога. Лютер еще даже не родился, а это уже было написано в Библии все. Это что, Лютер дописал или Кальвин, или Цвингли, или кто-то еще? Ни в коем разе. Это было изначально наше христианское. Просто мы каким-то образом осуетились в умствованиях своих. Почему-то омрачилось наше сердце. И вместо того, чтобы Творцу служить, мы стали Творению рук человеческих служить. И, друзья мои, теперь пришло время нам просто-напросто покаяться. Я скажу так. К примеру, опухоли в человеке. Да, это вроде бы его, но это не его. К примеру, опухоль. Или осколки в человеке сидят, в теле человеческом. С войны, может быть, осколки еще сидят. Да, он может многие годы носить это. Оно может уже даже прижиться, как бы прижиться. Но все равно это инородное. Это не его. Это то, что, да, паразиты определенные, а что-то еще. Это не его. Это не изначально наше человеческое. Бог нас не для этого создавал. Не для паразитов. Не для осколков. Не для опухолей. Бог создал нас по-другому совершенно. Слава Иисусу. Божья мечта – церковь, повинующаяся Христу, а не наоборот. Божий план, чтобы церковь повиновалась Христу. Я вспоминаю Марцинковского. Мы недавно отмечали его память. Владимир Марцинковский – православный такой еврейский реформатор. Очень интересный человек. И Марцинковский еще в первые годы советской власти был лектором. И он очень многих убеждал все-таки оставаться в вере в Бога. Верить в Бога. Верить в Иисуса Христа. И его однажды НКВД ЧК, тогда еще называлось, арестовали. И посадили в камеру как лектора религиозного вместе с религиозными лидерами. Там были метрополиты, там были епископы православные. Ну и понятное дело, что в тесной камере, куда мы денемся, как говорится, с подводной лодки, начались беседы. И Владимир Марцинковский, он следующий вопрос поставил. И говорит, отцы, братья, пожалуйста, расскажите, почему, допустим, в Библии говорится, кто будет веровать и крестится, спасен будет. А почему у нас все как-то, вообще все наоборот, как-то не по-русски. Вот вначале крестится, а потом, может быть, уверует вообще. И один из этих людей, его собеседников, метрополит целый, сказал следующее. Вот, брат, послушайте. Мы как церковь, мы можем связывать, развязывать многие вещи. И что мы свяжем здесь, будет связано на небесах. И вот мы, пользуясь правом этим, мы можем переставлять местами эти принципы. Допустим, и вот мы переставили однажды в своей истории этот принцип и объявили, что кто будет креститься и потом, может быть, уверует, может, будет и спасен. И вот Марцинковский в ответ на вот это заявление метрополита сказал следующее, Владыка, но ведь церковь повинуется Христу, а не наоборот. Вот. Это как в том анекдоте, я его часто вспоминаю, опять вспоминаю, про послушных, непослушных жен мужьям. Значит, когда, ну, это как анекдот такой, что ли, или как притчи говорят, неканонические, писятники называют еще. Вот пришли, допустим, мужчины, женщины пришли на небеса, и апостол Петр с ключами встречает и говорит, ну, добро пожаловать, как говорится, домой. А потом говорит, о, извините, господа, давайте мы еще один тест сделаем. Какой? Вот давайте сюда встаньте те пары, где жены мужей слушались, а сюда, где не слушались. Ладно. И все это собрание большое, пришедшее на небеса, поплелось туда, где не слушались. И лишь одна пара встала туда, где слушались. Ну, ладно. Петр подходит к этому брату и говорит, брат, только между нами, как у тебя получилось? Как тебе удалось? А он говорит, не знаю. Она сказала, идти сюда, я и пошел сюда. Тяжелый случай в медицинской практике. Ну, я скажу, что церковь христианская вот за две тысячи лет чаще всего была непослушной женой. Чаще всего была такой, что Христос глава, а я шею, говорит, куда хочу туда и врачу. Ну, в общем-то, я думаю, что накануне пришествия Христа пришло время покаяться в этом нашем многовековом, двухтысячелетнем непослушании, которому уже, этому нашему непослушанию уже как минимум 1700 лет. В общем-то, оно продолжается очень давно. В более яркой форме оно выражено порой в истории, в некоторых периодах, или менее ярко, но оно до сегодняшнего дня, к сожалению, присутствует, имеет место. Но исцеление церкви как раз в послушании Христу. Исцеление нашей церкви, вообще христианства в целом, я сейчас даже не за отдельной динаминацией говорю, а в целом за христианство в послушании Иисусу Христу. Церковь повинуется Христу, и в этом наше благо. И его радость. Друзья мои, ведь если не так, то мы дождемся однажды Христа, который будет, именно как пастор Иисей вначале сказал, будет не хвалить, а будет хмуриться. А это нам не на пользу на самом деле, друзья мои. И если тогда получается, что, как Моисей говорил еще, что Господь будет судить народ свой, а дальше сказано, и над рабами своими умилосердится. То есть, на самом деле, друзья мои, давайте осознаем, что мы не только христиане, но мы еще и рабы Господни. Не бунтари Господни, не противники Господни, но свои Богу. Аминь. И, друзья мои, и вот многие наши проблемы церковные, вот в частности православные проблемы, они решатся очень быстро, если просто удосужимся подчиниться Христу, Его Слову, Божьему Слову. Многие наши теологические разработки, они в корне неправильны. Православные, католические многие разработки, которые убеждают, что вот мы создали Библию, мы голосовали на соборах, большинством или меньшинством голосов решали, чьи же книги будут в Библии у нас. Ерунда на постном масле, простите. Но это на самом деле не выдержит никакой критики. Я, кстати, вот подобным умникам, горе-богословам рекомендую прочесть очень простую популярную книжечку Джош Макдауэлла «Неоспоримые свидетельства». Я думаю, что она вас убедит оставить такие лжемудрования. Потому что не мы формировали Библию, но Библия формировала нас, как церковь. И здесь спорить, в общем-то, думаю, вообще бессмысленно даже. Но почему церковь возомнила себя творцом Библии? Потому что если мы предположим, что Бог творил Библию, тогда нам нужно подчиниться будет Богу. Но если мы сотворили Бога по своему подобию, то мы можем и манипулировать этим Богом. Если мы сотворили Библию по своему разумению, значит, мы можем манипулировать ею. Здесь вопрос очень важный, вопрос послушания. Если Бог, он глава церкви, он не английская королева, друзья мои, Иисус Христос, который вроде как правит, царствует, но не правит. Это не свадебный генерал на Перу нашей жизни, который вроде при орденах, медалях, на почетном месте, но который вообще грош ему цена. Он ничего не имеет абсолютно, реальной власти не имеет. Друзья мои, но Иисусу вся власть реальная должна принадлежать, по праву. Он сказал, да на мне вся власть на небе и на земле, говорит, он подчеркивает, на земле так же. Аминь. Поэтому, если мы хотим быть частью его невесты, послушной невесты, а не блудницы, которые блудливо смотрят туда-сюда, которые вроде даже не против выйти замуж однажды, и вроде жениха даже ожидает где-то как-то, но в общем-то она ориентирна на многих. Настоящая церковь, она взирает на Иисуса Христа, который для нее достаточен, который единственный и неповторимый для нее. Потому что лишь совокупляющаяся с блудницей есть одна плоть с блудницей, а соединяющаяся с Господом есть один дух с Господом. Друзья мои, один из вопросов нашего послушания или непослушания. Вот для меня, в частности, крещение Святым Духом, сознание молитвы на иных языках, было в свое время, 12 лет назад, было одним из таких моментов, ну как бы тормозящим в мое дальнейшее покаяние и развитие духовное. Я считал, что это американская секта, я считал, что писятничество, ну что может доброго быть в Калифорнии, тем более в Сан-Франциско, там Лос-Анджелес и прочее. Вот черные, такие импульсивные христиане, или как сектанты я называл их тогда, вот они там, значит, возомнили себе, что на них что-то сошло, нечто такое подобное, переживание. Потом эта волна писятничества и прочее, она распространилась дальше. Вот таково было мое примитивное представление, неандертальское церковное представление о том, что произошло тогда, 100 лет назад. Но когда я удосужился узнать на основании Слова Божьего, что это изначально было наше церковное, что изначально это было вообще, это христианское, это не чужеродное как раз явление, как раз именно это и есть наше нормальное для верующего христианина явление. Переживание. Друзья мои, я расскажу кое-что. На Руси, ведь из истории христианства пример такой приведу. Я коснулся вопроса крещения Руси, к сожалению, да, братья, сестры, к сожалению, крещение Руси, оно было, как и крещение многих народов, в общем-то, исторически так сложилось за многие столетия, к сожалению, на протяжении многих столетий. Оно было не по доволе, оно было огнем и мечом, оно было не по убеждению человека, а чаще всего была принудиловка в этом христианстве историческом. Так вот, но, кстати, Проханов, один из лидеров реформации еще сто лет назад, он писал, что проблема, в чем основная проблема наша, ну, на российской назвал проблема, что за 900 лет христианства так и не было проповедано Евангелие. Я имею в виду официально, церковно, структурно. То есть церковь, вот наша, в частности, русская церковь, умудрилась первых 900 лет своей истории жить без Евангелия, без Библии. Это надо было умудриться. Один корейский пастор как-то сказал, что, значит, почему, говорит, у нас за 50 лет христианство сделало больше, чем у вас за 1000 лет. В чем проблема? И тогда это было в Москве на общении пасторском. И один пастор русский, он сказал, к вам в Корею христианство пришло непосредственно библейское, евангельское, изначально. К нам Евангелие пришло в самую последнюю очередь. В самую последнюю очередь. Но это неправильная позиция, друзья мои. Но, как не запрещай Слово Божье, оно все равно проникает. Я, даст Бог, семинар еще проведу по истории христианства, непосредственно расскажу, как все это происходило. Но я расскажу пару историй интересных. В 18-е столетие, далекое от нас уже 18-е столетие, кстати, Михаил Ломоносов был в то время, интересный такой русский мыслитель, ученый, который говорил, что славянский язык уже непонятен нам, что мы его не понимаем, что необходимо перевести служение на понятном людям язык. Но труды его, к сожалению, церковь официальная забраковала. К сожалению, не услышали его реформаторства. Но Бог призвал простое. И вот Бог тогда призвал на самом деле простых мужиков. Это было в Харьковской губернии. Силуан Колесников и два его сына, Кирилл и Петр. Вы, наверное, слышали о таком движении, как Малакане, Духоборы. Это, наверное, одно из первых таких движений, таких, ну, евангельских движений внутри России, Украины, в тогдашней Российской империи. Так вот, Силуан, я вкратце расскажу о нем чуть-чуть, это был религиозный набожный мужик, который был очень по-сому религиозен. Он помогал храмы ремонтировать, реконструировать. И вот его священники благодарили, он имел множество икон, у него дома был целый иконостас этих икон. Его хвалили, как религиозного набожного мужика. Но религия его не удовлетворяла, ему хотелось нечто большего. Но этого большего ему не могли дать священники, потому что большинство и тогдашних священников, к сожалению, были духовно невозрождены, мертвы. Они могли с ним водку попить, но не могли с ним поговорить о Христе, к сожалению. И вот Силуан продолжал искать Бога. И вот он продал свою корову, по тем временам большая жертва. Продав свою корову, он, ну по-нашему, на черном рынке, будем так говорить, нашел Евангелие, купил Евангелие, церковное Евангелие, которое, в общем-то, один из переводов, будем так говорить, который, видимо, на свой страх и риск делали тогдашние немецкие колонисты и голландские колонисты в Украине, проживающие. Их было много, поселения этих, видимо. Так вот, в то время. Так вот, и Силуан принес это сокровище к себе домой, в хату. Но он боялся открыть даже соседям обо всем этом, что у него есть теперь вот эта книга, которая только лишь в храме выставляется. Он боялся открыть свою тайну. Но он был неграмотен, он не мог читать. Он молился, друзья мои. Он молился, и Бог дал чудо пережить ему. Он, неграмотный мужик-лапотник, вдруг смог разуметь, читать смог. И смог разуметь Писание. Бог открыл ему разум к уразумению Писаний. Это звучит как фантастика сегодня. Кстати, о подобном чуде я слышал еще из уст одного проповедника. Это Эрла Штеген в Южной Африке на квасе за банду, немецкий миссионер, будем так говорить, трудящийся там среди зулусов. Он переживал подобное, не он сам, а один из чернокожих зулусов переживал нечто подобное. Одно из племен, не принимавшее миссионеров, не принимавшее именно христианство. Они слушали миссионеров, но оставались при своих убеждениях. И вот, один из черных этих людей, это был сын вождя, он был в поле, он был с животными. И я понял, либо он пахал, либо что-то еще делал, занимался трудом. И вот, вдруг небо стало черное, и на небе письмена были. Он неграмотный парень, как и большинство его сородичей. Но вдруг он смог читать то, что было написано. Я сейчас не помню всего текста, что приводится у Эрла, но смысл был следующим, чтобы он читал Библию. То есть к нему было обращение, во-первых, Бога, он это сразу понял. Второе, что там было, чтобы он читал Библию. И потом небо снова стало чистым, ясным. И он побежал к себе в селение, навел там переполох, потому что он объявил, что я только что читал кое-что. И он искал Библию. И оказалось, не то специально, не то нечаянно, но один миссионер оставил там свою Библию. В одном из, будем так говорить, этих домов. И вот этот черный парень, он стал Библию читать. Хотя не учился ни одного класса, ни в одной школе абсолютно. И насколько я помню сейчас из того свидетельства, этот чернокожий зулуст, он стал одним из первых, если не первым, даже проповедником в своих этих племенах, в своих народах. Слава Богу. То есть Бог может достучаться и таким образом. И в Украине он достучался таким образом до простого мужика. Он читал и разумел Писание. Его два сына, они следили за его чнем. Они были свидетелем этого чуда. И они тоже, видимо, были ищущими Бога людьми. И Евангелие от Иоанна 4, 24 стало стихом его ремой, его откровением, что Бог есть дух. И поклоняющиеся должны поклоняться в духе и в истине. Он покаялся очень радикально. Он вынес все свои иконы, что были в его хате. И на глазах изумленных сородичей, будем так говорить, односельчан, он уничтожил все эти иконы. По тем временам это означало Сибирь, каторга и, в общем-то, вполне возможна и смерть по тем временам. Еще в 18 столетии за такие вещи сжигали еще на кострах в России. Это была статья Уголовного кодекса. Или же 25 лет каторжных работ, потом с вечным поселением в Сибири, за Уралом. То есть перспектива была у него такая нерадостная впереди. Но он избрал другой путь. Он ушел в подполье, будем так говорить. То есть он с тех пор, о его жизни мало известно, но его жизнь такая довольно-таки героическая. Он стал странствующим проповедником. Он и два его сына. Полиция, жандармы их искали. За их голову давали большие вознаграждения. Крестьяне их прятали то в капусте, то в соломе. Перевозили их днем, а по ночам проводились какие-то собрания. Обычно где-то в хате крайней, где-то на крайней села, или в лесу, или где-то еще. И вот, получалось так, что родилось целое движение со временем. Это движение, известное как Духоборы. Потом еще Малакани, вытекшие из них движения. Это такие реформаторские, такие христианские течения. Духоборы и Малакани. Я вкратце скажу, что этих людей выслали вначале в Сибирь. Десятки проповедников погибли. Сам Силуан, насколько я знаю, он умер своей смертью. То есть, его обнаружили в хате, когда полиция ворвалась, он был уже мертв. Он прямо на молитве и скончался. В общем-то, его не успели казнить, но его уже застали мертвого. Его тело уничтожили, чтобы не было следов никаких. Так полиция поступила. Но многих проповедников, Духоборов, Малакан, жандармы забивали до смерти шампалами, издевались. Описания самые жуткие тех репрессий. В Сибирь отправляли целые села с Украины в то время, с нынешней Днепропетровской области, Кировоградской области, Харьковской области. Целые села за Урал были высланы в то время. Но самая основная масса была отправлена в Приазовье. Это в Украине же, это где на берегу Азовского моря. Мертвая земля. Бог совершил там чудо. Мертвую землю Бог исцелил, когда там верующие были туда высланы. Это земля, которую голландцы и немцы отказывались даже даром брать, чтобы там им предлагалось что-то завести, там хозяйство какое-то определенное. Потому что земля была мертва. Вода была очень глубоко. И она была нездоровая. И сама земля не могла ничего родить. Миллиораторы разводили руками. Но Бог совершил чудо. И когда верующие были там, Он исцелил эту землю. И она смогла рожать, эта земля. Она смогла давать плоды. И люди смогли там выжить в этих условиях. При правлении Николая I императора, это начало 19-го столетия, туда, в Приазовье приезжали чиновники, и они разводили руками. Они видели не мертвую землю, они видели живую землю, сады, поля, огороды. Они видели не просто пустыню, они видели села, поселки, многотысячные поселки. То есть люди не разбежались, люди не бежали куда-нибудь еще, а люди остались там жить, и они освоились. И еще больше были в шоке, что эти люди, они же процветали, не платили налогов. И плюс еще, и плюс еще, сногсшибательная такая была заявка, что это независимая духоборья. Страна, которой не было ни на одной карте мира политической, но имевшая место в конце 18-го, начало 19-го века реальным чудом. И вот свидетельство реального чуда. Оказывается, друзья мои, почему я сейчас рассказываю об этих молоканах и духоборах? Потому что оказывается, что в 1833 году, далеком от нас уже, в 1833 году, потом в 1837 повторилось это все, тысячи и тысячи этих верующих переживали там крещение Святым Духом со знамением молитвы на иных языках. Тысячи и тысячи верующих. Это было удивительно. Правда, эти верующие имели свои традиции, имели свои даже некоторые суеверия. Не то, что суеверия, но свои убеждения. Они, допустим, из Старого Завета прочитали их старцы, что мужчины все являлись при лицо Божье. И они решили, что три раза в году и мы все мужчины будем являться при лицо Божье. А куда? Они собирались просто в полях и они совершали так называемое родение. То есть проставляли Бога, жгли костры, молились, пели песни. А 14 лет и выше все были там на этих родениях. И это было три раза в году. Это было на Пасху, время Пасхи. Это было время Пятидесятницы и было по осени, когда собирали уже весь урожай. Так вот, и во время Пятидесятницы 1833 года, Дух Святой сошел на массу судей там, и они стали молиться на языках. Хотя, до того были некоторые старцы у них, я читал следующее также, что возможно, что и Силуан Колесников также был крещен Духом Святым. Но это одно из предположений лишь. Но известно, что среди лидеров духовборчества и молоканства также были люди, которые молились на иных языках. Были впоследствии те, которые принимали крещение по вере в Иисуса Христа, так называемые водные молокани. То есть это предтеча реформации, нашей реформации с сегодняшнего дня. Слава Богу, друзья мои. Дальше, в 37-м есть мнение, что это повторилось вновь, но в уже больших масштабах, потому что не только мужчины, но и женщины, оставаясь у себя в селах, они также переживали крещение Духом. Пока мужчины родили, молились, женщины также переживали крещение Святым Духом. И это было вообще, ну, сногсшибающе для них. Потом, друзья мои, но, к сожалению, в это же время царское правительство и официальная православная церковь российская приняли решение, очень страшное решение, об убийстве этих тысяч людей. В общем-то, шла речь о том, чтобы потопить в крови это пробуждение. То есть, на самом высоком политическом и религиозном уровне в Российской империи посчитали это не благоставением, но посчитали это проклятием, к сожалению. Не все священники так мыслили, сразу скажу, но большинство высокопоставленных лиц в этих церковных кругах, к сожалению, говорившие от имени всей православной церкви, они высказали именно следующее мнение, что не должно жить этим людям. К сожалению, в то время, время царствования Николая I было омрачено многими такими несправедливостями, будем так говорить, расстрелами мирного населения, в частности, вот на ветке польская, вот эта вот диаспора, вернее, русская диаспора в Польше, когда расстреливалось мирное население старобрядческих этих общин, тысячи женщин, мужчин, стариков были убиты лишь за то, что они крестились двумя перстами. Они стали последними жертвами таких больших репрессий в адрес старобрядческой церкви. В общем-то, в общей массе, как считается, было репрессировано порядком миллиона человек, начиная с отца Петра I, царя Алексея Михайловича, и до Николая I включительно, было убито порядком миллиона россиян и украинцев и белорусов, лишь по обрядовым причинам, два перста или три перста. Друзья мои, это страшная, страшнейшая статистика. Так вот, Орловский, Брянский карательные батальоны расстреливали мирное население в Польше, потом в Сибири были расстрелы, тоже старобрядческого населения, но это было лишь началом, потому что самым страшным проектом было уничтожение больше ста тысяч человек там, в Приазовье, в Духоборческо-Малаканского братства. Но армия не сделала этого, не то чтобы генералы ослушались приказа. Дело в том, что генералы не рассчитывали на следующий поворот событий. Дело в том, что когда священники с Харьковской духовной консистории, церковного суда, зачитали приказ Малаканам, Духоборам, их выгоняли из домов, это было таким нашим фашизмом, православным фашизмом, выгоняли из домов, сгоняли их всех за поселок, и тысячи людей видели следующую картину. Армия обнажала пушки, ружья, и это были не холостые заряды, все понимали, что это боевые заряды, и люди готовились к смерти, плакали многие, молились, готовились к смерти. И священники ставили аналой, ставили, это как кафедра, будем так говорить, с иконами, с Евангелем, Крестом, Евангелие, Крест, Иконы, и ставили кресты, хоругви церковные. И вот зачитывался указ от консистории, что те Малакани, Духоборы, которые решатся перейти в православие, они будут спасены, а все остальные подлежат репрессии. И генералы не ожидали следующего, что оказывается, фактически никто не вышел. Лишь некоторые семьи зажиточных малаканских таких семей, фамилии некоторых, которые, как потом и узналось, до того уже были, сошлись с мафией светской Петербурги даже, то есть они были заинтересованы даже в таком событии, оказывается, то есть внутри нашлось предательство. Они вышли, и они согласились менять православие, но основная масса осталась. Генералы не решились убивать больше ста тысяч человек сразу, одним днем. Поэтому был сделан запрос генерал-губернатору в Харьков и в Петербург, что делать со всей этой массой людей. Просто так убивать их в степи или что делать вообще? Они отказываются переходить в православие. И вот было следующее решение, их отправить на верную смерть на Северный Кавказ. На Кавказе шла война в то время, и в общем-то туда на верную смерть их было решено отправить. Но по дороге, то есть представьте, им не дали пищи взять с собой достаточно, гнали пешком эту массу людей. Один из историков Песятнического братства в Украине утверждает, что было больше, чем 100 тысяч человек, гораздо, до 200 тысяч человек, гнали пешком с Приазовья на Кавказ. И по дороге, это был крестный путь такой российского, украинского песятничества, молоканства и духовборчества. Потому что этих верующих гнали, фактически не давая им пищи, было мало воды, люди умирали. Я читал об одном молоканине, у него было 15 или даже больше, по-моему, детей, очень большая семья. Половину детей он потерял по дороге, то есть они погибли, они умерли от болезни и от недоедания по дороге. И больше того, церковь допустила еще большую подлость в то время, официальная церковь допустила подлость страшную. А по дороге священники накануне того, как их будут прогонять, агитируют местное население следующим образом. Что это, мол, сатанинское войско, что у них там рога и копыта растут у некоторых, это антихристы. И люди были настолько суеверными, что даже в рога и копыта были готовы поверить. И отказывались давать им помощь. Но некоторых не это останавливало, а то, что угроза священников, что если кто-то обнаружится, который будет оказывать благодеяние, хлеб даст и воду, то того тоже подвернуты репрессиям. И порки или высылки в Сибирь. Так вот, и это тоже сдерживало людей от того, чтобы проявить милость. И поэтому число жертв было очень большим. Но, когда эта масса людей дошла до Кавказа, здесь готовилась главная провокация. Потому что чиновники царские объявили через шпионов некоторых своих, распустили слух такой среди народов некоторых кавказских, что это переселенцы, мол, ваши села, а вас будут высылать с ваших домов, выгонять. То есть обозлили местное население. И кавказцы многие взяли за оружие. Ну, их трудно судить, потому что они поверили в эту ложь, и они поверили, что они будут защищать свои дома. И эти кавказцы прискакали на конях. Большинство молокан, духовборцев, это были вообще пацифисты убеждены, поэтому они не брались вообще за оружие никакое. И, в общем-то, были легкой добычей для вот этих кавказцев. Но Бог совершил чудо, еще одно чудо. Эти люди, они встали на молитву, когда увидели, что смерть неминуема, что и после всех этих страшных испытаний их ждет не отдых, а ждет смерть. Это было еще большим страшным испытанием. Они встали на молитву. И что произошло? Они-то не знали, о чем они молятся. Но многим из них Бог, оказывается, дал молитву на языках народов этих племен. На языках кавказских народов. И они слышали, кавказцы, молитву о своих наречиях. И это было сверхъестественно. И потому эти люди, они не применили оружие, они ускакали. Потом, когда уже другим днем пришли старцы, представители этих племен народов кавказских, они удивились, эти старцы, что оказывается, в обычном общении эти люди не понимают их разговора, их речи. Но когда они молятся, остановятся на молитву, они порой молятся, некоторые из них молились их наречиями, их словами. И это убеждало их в том, что они не поняли до конца, я так понял, этого феномена, но они убедились в том, что с ними Бог, что это не переселенцы в их дома, что это мирные люди, они труженики, они не хотят кровопролития и прочее. И оставили их в покое. Больше того, многие народы тогда кавказские оказали гуманитарную помощь вот этим людям, переселенцам, продукты, одежду и помогли им строиться в этих очень тяжелых условиях горных, высокогорных порой даже. И больше того, помогли еще развести сады, огороды какие-то иметь, потому что в горах выращивать все сложнее было гораздо для них. Так вот, частью это сделали назло царскому правительству, частью это сделали просто, на самом деле, и сожаление для этих людей. Были другие истории, я сейчас вкратце скажу еще одну историю. Может кто-то из вас читал книгу Ашакиряна «Наисчастливейшие люди на земле». Читали, да? Знакомый автор для вас. Интересная очень книга, и там, если вы помните историю мальчика по фамилии Клубникин. Это как раз мальчик из таких вот духоборцев Малакан. Как они пришли в Армению? Это отдельная история. Это и траги, и комедия, и вообще, и слава Божья, в конце концов. Люди, не имея опыта выживания в горах, пошли по маршруту, который не то Шекиряна, не то кто-то из армян, он предоставил американским альпинистам маршрут ихний. Как они шли? И в какое время года они шли? Так вот, эти альпинисты сказали, что даже в снаряжении опытному альпинисту пройти практически невозможно этим маршрутом. Тем более людям без опыта выживания в горах, тем более без снаряжений достаточных, и пройти невозможно вообще. Но эти люди прошли, я имею в виду не вся масса людей этих, а те, которые получили откровение на молитве о том, чтобы они пошли этим путем. Максим Рудометкин и прочие братья, они молились, и Бог дал откровение идти этим путем. Проводники отказались, горцы, идти туда. Они сказали, это утопия. Но те сказали, Бог сказал идти прямо сейчас. Не ждать полгода еще, погоды лучшей, а идти прямо сейчас. Они шли с молитвы на иных языках, они шли. И они дошли до конца. И больше того, это было больше подвигом, чем Суворова. Через Альпу переход, эти люди перешли в Армению. И оказывается, в этом было не издевательство Бога над своими детьми. Вот ставки на небе ангела не ставили, дойдут, не дойдут, значит, вообще нет. Оказывается, в этом была мудрость Божья, потому что, по идее, не в другое время года, не было бы такого эффекта. Оказывается, первые же армянские силы, принявшие их, увидевшие, что они с гор спустились, их приняли как богов. Даже не надо было проповедовать. И так было понятно, что с ними Бог вообще. И люди были готовы повторять, что угодно повторять вообще, значит, и молиться как угодно, потому что они видели, это люди божьи на самом деле, что с ними Бог вообще. Люди явно не кавказской национальности, значит, и пришедшие в это время с гор. Это вообще фантастика. Ну ладно. И так вот, мальчик по фамилии Клубникин получил откровение. Кстати, не буду больше рассказывать подробно, наверное, вы можете прочесть у Шакиряна более подробно об этом. Кто не читал, прочтите. История просто вообще очевидная, но невероятная. Ну ладно. И я лишь сделаю следующее такое заявление сейчас. К сожалению, Российская империя на самом высоком политическом уровне, на самом высоком религиозном уровне посчитала благоставение за проклятие и проклятие за благоставение. То есть пробуждение, начавшееся в то время в Приазовской степи, посчитали опасным прецедентом, достойным смерти. Этих людей обрекли на мучительную смерть. Если бы не целая серия божьих чудес, которые сопровождали их, я могу много говорить об этих чудесах, потому что я много читал, интересовался и даже имел честь общаться лично с некоторыми потомками духоборцев, молокан. В те годы, сто лет назад, даже больше, чем сто лет назад, многие из них смогли выехать вслед за армянами, выехать в США, выехать в Канаду и остались там на ПМЖ, будем так говорить. И это было больше сто лет уже назад тому. И благодаря этому спаслись очень многие вот эти духоборцы молокани. Но горе тому народу, который на черное говорит белое, на белое говорит черное. Правительство, которое вот таким образом утверждало тогдашнюю идеологию, оно было обречено. Друзья мои, коммунизм родился не на пустом месте. Коммунизму предшествовало наше христианское отступничество. Друзья мои, задумаемся. Но ведь как могло бы быть следующее? Марцинковский, кстати, Владимир писал примерно то же самое в своих работах. Что как могло быть такое? Я не понимаю. Я не понимаю. Люди ходили в храмы. Люди вроде бы были набожны, религиозны, потом с таким же энтузиазмом эти храмы ломали. Как такое могло быть? Достоевский, возьмите его, он, наверное, больше всех до патологии прочувствовал русскую душу. Он сказал, что русский человек по природе своей атеист. Его убеждения, его слова. И дальше он там объяснял, почему он считает, что русский человек по своей природе он атеист. Потому что внешняя набожность, внешняя религиозность, внешняя... С другой стороны, отсутствие личностного живого Бога, общения с Богом, отсутствие веры, как правило, но при всем, при внешней нашей религиозности. Это свойственно разным народам, конечно. Но славянская душа это пережила особо. Особо пережила. Друзья мои, призрак коммунизма, он бродил по Европе. Он не у нас начал бродить. Помните? Но почему-то в Европе он не нашел себе места. Этот призрак, он, я так полагаю, он искал вначале в Европе пристанище. Но ему и там было неуютно. Несмотря на парижскую коммуну, он было только порадовался. Несмотря на таких дядей, как Маркс и Энгельс и прочих. Все равно этому духу не находилось места. Я убежден, что если бы не реформация 16-го столетия в Европе, то этот призрак, он бы не только вышел бы погулять по Европе, но и крепко бы осел в Европе. Но реки воды живой, они мешают тому духу нечистому утвердиться на земле. Потому что он ищет места безводные, бесплодные. Ему нужно безводие, сухость определенная, отсутствие Божьего слова, отсутствие веры живой. И, друзья мои, это удивительно. Но он зашел этот дух к нам однажды и до сих пор не думает уходить. Но моя мечта, чтобы в России, в Украине, в других странах ему стало вообще неуютно настолько, что он сказал бы, о, вообще, ну куда мне теперь деваться? Наверное, пойду куда-то в Индокитай или куда-то еще, не знаю, но... Или вообще в преисподнюю, куда ему и место? Слава Богу! И, друзья мои, есть вещи, которые мне было трудно очень понять. Я не мог понять, почему люди в рясах с крестами на груди, вроде религиозные вожди, религиозные люди, но поступали вот так вот нечестиво, проливали кровь очень многих людей. Кстати, многие наши обыватели, они считают, что у нас в России не было инквизиции своей. Это большое заблуждение. Вообще-то, на самом-то деле, костры горели у нас не меньше, чем в Западной Европе. И, в общем-то, судя по, мы не меньше поломали и убили людей, кровушки пустили, чем наши западноевропейские коллеги. Но проблема в том, что в Европе со времен реформации началась перестройка, гласность, новое мышление. Но до нас еще эта волна, к сожалению, с трудом доходит. Лишь первые ростки демократии только лишь проклевываются, их тут же затаптывают. Что было в 1917 году, когда пришло первое демократическое правительство в главе с Керенским, тут же затоптали уже в конце года 1917 эти первые ростки, которые только проклюнулись еще на нашей земле. Так вот, потом падение коммунизма и опять первые ростки демократии, потом расстрелы парламента, потом опять эти ростки стали безбожно гаситься. И сегодня вообще трудно увидеть какие-то хотя бы сено демократии, не то что ростки, даже сено или солому найти демократии очень трудно. Так вот, но я убежден, что приходит время реформации, потому что тьма сгущается, да, но есть свет, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. Свет, который никакая тьма не сможет погасить. И я убежден, что покаяние должно прийти не даже вначале к руководствам, не к руководителям государств, а именно в церковь. Переоценка ценностей, переосмысление своей истории, переписать необходимо свою историю. Сейчас нас не в угоду очередным кремлевским или каким-то еще правителям, а в угоду Божьему Слову, через призму Слова Божьего. Увидеть свою историю и самого себя в свете Слова Божьего, это спасительно. Ладно, дальше. Друзья мои, в конце 19 века, я пример такой приведу, было следующее. Вы помните, наверное, из истории, кто помнит, из российской истории, Латвия тогда была частью Российской империи, императором был Александр Третий. Очень волевой человек, сильный человек, сильного характера, спортивного служения. И, в общем-то, человек, который считал в праве себя судить очень, ну, будем так говорить, даже помимо Бога, народы свои. Так вот, и, к сожалению, он решился на то, чтобы радикальным образом решить еврейский вопрос, не только за черту оседлости и знать евреев, но также и в специальные такие гетто согнать. Но, большей головной болью было для него даже не еврейский вопрос, а большей болью было головной для него именно расширяющееся евангельское пробуждение, расширяющееся протестантское движение в Российской империи тогдашней. Почему тогдашние и нынешние правители боятся протестантов? Я вам скажу почему. Не потому, что вы другие люди, даже с другой планеты, ни в коем разе. Даже не в обрядах дела, ни в проставлениях. В конце концов, форма может меняться, проставление. В самой сути, евангельский мыслящий человек, будь он какой любой динаминации, он признает главенство Бога. Он мыслит. Человек, который признает главенство Бога, который отказывается идти вслед за толпой, который имеет свое мнение, который не лишает себя этого блага, благословения от Бога, думать своей головой, он угроза для любой формы тоталитаризма, для любой тирании. По-моему, еще Джордж Вашингтон говорил, что если государство боится личности, то это демократия, но если личность боится государства, это тирания. И, в общем-то, на самом деле, если человек, он правильно оценивая соотношение сил и покоряясь Богу, больше в этом мире ничего не боится, он угроза для любой тирании. Любой формы тирании, монархической, демократической, как бы она ни называлась на вывеске, не то важно. Сама суть важна. И, друзья мои, так вот, проекты родились очень страшные, в это трудно поверить. Друзья, я обращаюсь не только к вам, сидящим в зале сегодня, но и к нашим телезрителям. Я надеюсь, что среди наших телезрителей сегодня будет много тех, кто, именно людей думающих, людей, которые, вы можете не разделять мои мнения, и я могу быть с вами несогласным, но давайте мы согласимся в следующем, что мы должны учиться уважать друг друга, должны что-то делать во благо и свое, и окружающих нас людей, на самом деле, признавая главенство Бога над нами, признавая, на самом деле, главенство Божьего Слова. Мне очень нравится, когда умер один из реформаторов в Шотландии, это было, по-моему, когда он умер, ученики написали на его камне могильном следующие слова, что под всем камнем покоится прах человека, который настолько боялся Бога, что больше в этом мире ничего не боялся. Друзья мои, страх перед человеком, он парализует, он лишает нас всего, всех благословений, но страх перед Богом, он дает нам все благословения, на самом деле, друзья мои. И возлюбленные, к сожалению, Российская империя в целом, отвергнув, как страна, как суперстрана, самая крупнейшая в мире страна, она, отвергнув действие Божьего Духа и назвав действие Божьего Духа действием от дьявола, обрекла себя на то, чтобы принять однажды дух коммунина на свою территорию, и, в общем-то, загасив первые вот эти вот пробивающиеся ключи пробуждения, друзья мои, ведь если бы церковь смирилась бы тогда, и эти гордые священники, которые сказали, о, оттуда, от каких-то сектантов, это разве доброе, если бы от нас бы, допустим, но зависть исполняла сердца, черная зависть исполняла сердца этих священников, к сожалению, гордость человеческая, политики увидели в этом угрозу, а если русские люди будут думать, ведь эти люди не пили спиртного, эти люди трезво мыслили, эти люди, они жили по другим принципам, они представляли угрозу, то есть там, в Приазовье, по сути, готовилась платформа для большой реформации общества, и только прими это, но отказались. Кстати, подобная ситуация, но в других масштабах была в Германии. На будущий год, в 9-м году, мы отмечаем столетие знаменитой Берлинской декларации, помните ее, нет? Из истории христианства нашего уже 20-го столетия, когда 100 лет назад пробуждение начиналось не только в Америке, не только чернокожие вот эти вот христиане испытали благоставение тогда, немцы, немецкая община, вот карту Германии представляете себе? Вот прямо в центр пальцем тычьте, попадете туда. Этот город Кассель, прямо в центре Германии. Так вот, и там в Касселе маленькая община, человек 100, но они молились, они искали Бога. Евангелические люди, разные верующие, баптисты, которые искали Бога живого, и Бог крестил их Духом Святым. Они еще не знали о том, что в далекой Америке, на другой стороне земли, но там уже молятся на языках, они тоже пережили благоставение. Но на самом высоком уровне германском, политическом, религиозном, это было названо проклятием Германии, а не благоставением. И 100 лет назад, в 2009 году, в Берлине, епископы евангелического и лютеранского братства и других христианских церквей подписались под меморандумом, в котором было заявлено, что на территории Германии мы не допустим подобных явлений, что это является писятническим движением, из ада движением и прочее, прочее, прочее. Прошло немного времени, и многие из тех, кто в Берлине подписывал эту позорнейшую декларацию, они подписали другую декларацию, признав аналосоциализм, фашизм, христианскими идеологиями, признав дарвинизм, согласившись с тем, что делить свою паству на христиан первого сорта, христиан-арийцев и христиан-неарийцев. Друзья мои, когда идти против Божьего Духа, когда Он благоставляет большая опасность. Друзья мои, даже лидеры, вот эти черные гении 20-го столетия, Сталин и Гитлер, они же были выходцами как раз, будем так говорить, религиозных таких христианских семей. Гитлер с самого детства был посвящен в священство католическое и воспитывался при монастыре, очень ортодоксальном монастыре католическом, и родители видели его лишь священником церкви. То же самое было в Российской империи, когда Джугашвили, или же он Сталин, буквально, Иосиф, его пророчили в священнике православной церкви, и он заканчивал семинарию и училище, семинарию, и еще немного был бы священником православным. Друзья мои, христианство, которое без Христа в центре, оно рождает чудовище. Христианство рождает монстров, которые, если оно лишается указателя, вот как было сказано, как прибор называется, не помню, гироскоп. Хороший прибор. Как тебя не штормит, выруливаешь в правильное направление. Слава, мне это очень нравится, надо запомнить этот прибор. И вот, и скажу так, друзья мои, что в календаре ООН есть дата, очень страшная дата. Это дата первого в истории человечества закона, в котором было заявлено о создании концлагерей. Это было при Ленине, это было в советском правительстве. В первой годовщине советской власти осенью 1918 года был подписан декрет Ленина и Совнаркома о концлагерях для классового противника. В общем-то, начиная с того самого 1918 года, уже вот мы недавно отмечали, кстати, это тоже в нашем календаре нашей церкви, это отмечена дата, отмечали 90-летие со дня подписания этого страшного, самого страшного в истории человечества документа, закона. Кстати, следом за декретом об абортах шел декрет о концлагерях. Думаю, это не случайно, не просто совпадение. О концлагерях, об абортах было в 1920 году, извиняюсь, это было попозже. Да, я перепутал. Так вот, и просто по датам непонятность была. И вот, и разве Ленин придумал концлагеря или Совнарку? Нет. Они уже взяли готовый проект, который рождался еще при Александре III, для евангельских верующих, для протестантов. Вы скажете, какой ужас, кто мог создать, какой монстр мог придумать это все в 19-м столетии? Этого монстра зовут Милетий, митрополит Рязанский. Он официально на сегодняшний день святой в Русской Православной Церкви. Этот монстр был седовласом, старцем, который еще в бытность свою архиепископом и епископом там, в далеком Забайкалье, в Читинской области и других областях Бурятии, руководил массовыми расстрелами мирного населения, массовой христианизацией мирного населения. Этот епископ, инквизитор, сделав карьеру, страшную карьеру, на костях сотен бурят мирного населения, убитых лишь за отказ принять христианство православное. Это конец 19 века, друзья мои, я не оговорился. Конец 19 века. Этот епископ был замечен на самом верху, в Петербурге. Император почтил не только орденами и медалями этого епископа. У меня есть фотография, картина, сделана при жизни этого митрополита. Он весь в орденах этих, он был в почете. Его перевели в Центральную Европейскую Россию, и он стал митрополитом рязанским. Но его титул ничего не значил, потому что реально власть у него была очень большая. Этот митрополит, ему император поручил, и с Петербурга чиновники помогали ему составлять кое-что, создание первого лагеря смерти для евангельских верующих. Сам проект, то, что я сейчас рассказываю, при Александре Третьем это была тайная информация, с грифом «совершенно секретно». Но она всплыла, эта информация, при Николае Втором, сыне Александра Третьего. А Александр Третий скоропостижно скончался, он даже не оставил завещание, он даже не успел поговорить с сыном о делах государственных, он даже не вводил его в курс дел государственных, он верил, что у него впереди большой запас здоровья и много лет жизни и творчества. Но когда он поднял руку на евреев и на евангельских верующих, очень быстро здоровяк мужик, в течение одного дня, буквально умер, ну, умер, скоропостижно скончался. Даже когда он признак болезни обнаружился и слег в постель, он не верил до последнего, что он умирает. Ему уже говорили, Ваше Величество, неправильное завещание составить. Да вы что, я отлежусь, посплю и все нормально будет. Но не проснулся, он так и умер. И вот Николай Второй оказался вдруг у руля государства, он не готовился еще, его не вводили в курс дел, он не был готов ни морально, никак, абсолютно к руководству государством. И он был в растерянности. Друзья мои, когда человек в растерянности, он находка для дьявола, друзья мои, к сожалению. И вот, и человек, который вне шалома, вне божьего мира, он просто-напросто становится заложником неправильного духовного мира. И, к сожалению, нашлись советники возле царя, которые были нечестивыми людьми. И, к сожалению, сама его жена, тогда невеста, сыграла здесь не последнюю роль. Потому что Александра Федоровна, последняя российская императрица, она из Дармштадта. Я был в Дармштадте, в Германии, много раз в этом городке. Очень красивый, уютный городок. Я был в той резиденции, где музей, сегодня там принцев и принцесс этих дармштадтских. И показывали на экскурсии, немка-экскурсовод показывает, как жили эти принцессы, где были их спальни, где были их вот эти салоны. И, среди прочего, показывают удивительную такую, как бы, комнату, где столы. И, оказывается, принцессы, молодые принцессы с самого детства увлекались спиритизмом и считали это нормальным поговорить с кем-то и с Карлом Великим или Наполеоном Бонапартом. И это было не просто увлечением юных дам. Оказывается, это было очень жутко модно в определенных кругах того времени. Я подумал, откуда такое нечестие? Вроде в христианской Европе. Оказывается, еще королева Виктория, вообще 19 век, это викторианская эпоха, так называемая, для Англии, золотой век. Так вот, и королева Виктория, при всем уважении к ее светлой памяти, она много сделала хорошего, конечно, в своей жизни, но при всем уважении, когда умер ее муж, она была настолько в горе, в печали. Да, это тяжело было потерять ей не только мужа, но и друга, и советника, и вообще, они на самом деле любили друг друга, я так понимаю. Но, потеряв мужа, она впала в спиритизм, пыталась через посредство вот этих спиритистов иметь какой-то диалог, разговор с этим покойным своим мужем. К сожалению, отмечено, что этот диалог состоялся, и он был многократным, этот диалог. Но реально было общение с бесами. А вы скажете, где же была англиканская церковь? Ведь наверняка иерархия знала об этом, ее страшном увлечении. К сожалению, у них проблем было навалом и без того. Глава церкви, ее императорское там величество, величество и прочее, прочее, прочее. То есть, королева, она же была и главой церкви. Да, пусть Бог помилует английскую церковь от такого безобразия, конечно. В России то же самое было в то время. В своде законов Российской империи, начиная с Петра Великого, до самого февраля 17-го года, было написано, глава церкви, и дальше шел курсив, его императорское величество. На этом присягали все наши священники до самого 17-го года. К сожалению, это было в нашей истории. Синодальный период. Ну ладно. Так вот, что было потом? Николай II, к сожалению, он начал свое царство со спиритического сеанса. Первые же дни его царства, когда он был призван на царство, будем так говорить, по совету, с одной стороны, его жена, невеста, жена, с другой стороны, его советники, которые были также в этом нечестии определенном, оккультном. Очень важно, кто возле царей стоит. Если люди богобоязнены, они влияют положительно. Но если нечестивые, они развращают. И вот Николай II, он, послушав этих разговоров, он пригласил, с его согласия, тогда это была тайная операция, пригласили сатаниста номер один в тогдашней Европе. Это был доктор Пайнос, спиритист, реаниматор спиритизма и оккультизма в Европе, консультировавший на самом высоком уровне, не просто где-то там, знаете ли, простых селян или горожан, а его, как бы, клиентами были короли, были правители больших держав, очень известные богатые люди, банкиры, финансисты. Он вызывал духов умерших, и люди получали советы, исполняя советы эти, они богатели еще больше и платили этому спиритисту. Дьявол работал в кулуарах власти, это была закулисная работа, друзья мои, но очень опасная работа. Кстати, многие эти короли и прочие богатые люди, которых он консультировал, они рано или поздно не погибали вообще. Целые семьи, династии целые, австро-венгерские, другие, они просто-напросто терпели поражение, за поражением. Но это в ослеплении люди отказывались видеть, они лишь видели первый эффект, видимый успех. А потом происходило проклятие и разрушение. Австро-венгерская империя до сих пор рассыпается, друзья мои. Хотя там этот Пайнос, там он так консультировал, что все эти его подопечные, все пропадали вообще, все погибали. Кстати, Первая мировая война началась тоже не без участия, к сожалению, этого спиритиста Пайноса, потому что убийство произошло наследника тоже, перед тем Пайнос был его консультантом на спиритическом сеансе, убедил его, что этот день будет безопасным для него. Но этот день был последним в его жизни, этого наследника, и началась Первая мировая война. Так вот, и интересный факт, друзья мои, интересный факт. Николай II общался со своим покойным батюшкой, как бы, реальное общение с бесами, конечно. Придворные, услужливые, подхалимы, или как там в советское время называли жополизы, помните, вот такие вот, которые вот, они готовы, вообще, они вообще, они просто, такие придворных тоже было много, этих митрополитов, митрополитбюро тогдашнее, они молчали. Этот горе-синод молчал, к сожалению. Они знали, но молчали, мол, ну, как бы, его величеству, ну, его все можно, ему все можно. Но, друзья мои, горе церкви, которая молчит, видя правду, видя и молчит. Друзья мои, этот синод стал, ладно, я потом расскажу кое-что об этом синоде. Ладно. И вот, ну, не в этот раз. Что, что произошло дальше? Сразу после этого спиритического сеанса у Николая II были признаки одержимости. Зафиксированы признаки одержимости. Медики ставили вопрос, что молодой император не в состоянии управлять империей, будучи психически нездоровым человеком. Потому что ему везде мерещились паутины и пауки. Он был в панике. Придворные в угоду, подыгрывая галлюцинациям императора, они пытались изображать вид, что они смахивают эту паутину, но она все не исчезала. И поэтому были большие проблемы. Сослались врачи на удар головой о палубу во время путешествия у Крагосветного, когда он был еще цесаревичем. Но, позвольте, какое-то время прошло, этого не проявлялось. Но именно после спиритического сеанса стали проявляться подобные вещи. И дальше, в течение своего царствования, он много раз поступал неадекватно. Допустим, самый яркий пример – это события 9 сентября. Кровавое воскресенье или кровавое Рождество 5 года. Когда вызывается толпа людей, вдруг, значит, все было заранее утверждено, разрешено, и маршрут был оговорен Министерством внутренних дел, и министром был подписан маршрут шествия. Это было мирное шествие. Христианскими гимнами и с хоругвями, с иконами люди шли молиться о государстве. Впервые в истории России замышлялась молитва покаяния в центре столицы. Сколько было участников шествия? Это бы не была маленькая группа верующих. Официально было зарегистрировано свыше 150 тысяч человек. Это официально. Но многие брали с собой жен своих, детей брали. Больше того, плюс 3000 эсеров, которые были неофициальными участниками шествия, плюс еще представители других партий, либо революционных, либо таких околореволюционных, которые пытались увидеть в этом всем и подыграть как революционное событие определенное. Но эсеры на своем совещании накануне 9 января постановили не брать оружия никакого. Раз это мирная демонстрация, то мы будем без оружия абсолютно. И вдруг, накануне этого события, царь исчезает из дворца, хотя штандарт его висит. У вас тоже в Риге, да? Если висит флаг, вы знаете, значит, президент на месте, да? Так вот, и там было так же, если над дворцом флаг, значит, император там на месте. Но вдруг сделали исключение. Он приказал штандарт оставить наверху, то есть население было обмануто, а сам тайно исчезает. Накануне вызываются эти тогдашние ОМОНовцы, или как назвать их, не знаю, но такие, что родную мать убьют и глазами моргнут, одним словом. Вот такие батальоны были вызваны карателей, которые готовы стрелять в кого угодно, в кого покажут. И раздали им не холостые, а боевые патроны, несмотря на протесты министра внутренних дел. Раздали боевые патроны и раздали водку. То есть явно провокация, готовилось большое убийство заранее. И вот, люди шли с песнями, не подозревая, что будет расстрел. Хотя были предупреждения некоторые. И когда офицеры полиции, с двух сторон эту массу людей сопровождали офицеры полиции на конях и пешим строем. Так вот, и в пешем оцеплении также. И вот, офицеры полиции вышли навстречу армейским офицерам, значит, поговорить, почему войска выставлены и почему они держат оружие на готовности. И вдруг, к удивлению всех, армия стала стрелять и в полицию, и в мирное население. Около 30 лишь офицеров полиции было убито, об этом мало кто знает у нас, в нашей истории. А в том числе и тот полковник, который вышел поговорить на переговоры. Армия стреляла во всех, без разбору, явно бесы вырвались. Это привело к первой революции, друзья мои. Да, но это одна из зарисовок, таких зарисовок десятки могу назвать, но это, наверное, самое яркое. Так вот, и Николай II, друзья мои, я сейчас не хочу плохо говорить об этом человеке, но я хочу, чтобы мы научились на его примере сейчас не поступать так нечестиво. Если нас сейчас смотрят люди при власти, я обращаюсь к вам, друзья мои, пожалуйста, побойтесь Бога. Будьте очень внимательны, потому что человек, сердце царя, оно в руке Божьей, но оно может быть и в руке дьявола. Сердце царя, оно может быть игрушкой в руках оккультных сил. Чтобы не быть заложником террориста номер один во вселенной дьявола, необходимо покориться Богу, слушаться Бога, необходимо на самом деле ходить в страхе Божьем и служить Богу и человеком, людям, над которыми ты поставлен Богом самим. И, друзья мои, и что дальше произошло? Николай II вдруг возобновил проект Александра III, проект о концлагерях. И вот кое-что произошло. 1897 год. 1897, запомните. В Казани проходил съезд, Третий миссионерский съезд. И на этом съезде впервые в истории цивилизованного мира христианский священнослужитель, православный митрополит Милетий, огласил проект первого концлагеря для евангельских верующих. Этот собор, этот съезд проходил в такой обстановке, не то чтобы секретности, но туда не приглашали прессу, одним словом. Это было не для публики. Это было сделано в Казани, хотя первые два съезда были в Москве. Почему в Казани? Чтобы подальше от Глаза, подальше от столицы, подальше особенно от иностранцев. Но получилось следующим образом, что оказывается, на съезде там были иностранцы. Но это было не совсем порядочно, конечно, с их стороны. Они под чужими паспортами прибыли туда. В том числе и американские журналисты, и французские журналисты, которые под паспортами русских дворян прибыли туда, на этот съезд, как делегаты, и которые видели весь этот ужас. И проект был вынесен на голосование. Три варианта ответа. За, против, воздержался. Голосование было открытым. Считали голоса специальные монахи, священнослужители, которые там руководили всем. Дальше было следующим образом, что проект был принят, друзья мои, единогласно. Мельгунов в своей книге «Церковь и государство в переходное время» пишет, неужели на съезде не нашлось хотя бы одного порядочного человека, который отказался бы, воздержался бы от голосования. Сотни священнослужителей со всей Руси-матушки, начиная от Варшавы-Финляндии, заканчивая Чикоткой, прибыли туда миссионерские проекты, обсуждать. Но проектом номер один оказался проект констлагеря. Что я имею в виду под словами констлагеря? Думаю, многие из вас знают, что это констлагерь. В проекте митрополита Милетия использовались наработки средневековых инквизиторов и монахов. Были продуманы бараки, места проживания, как бы нары, потом ряды колючей проволоки, рацион питания был думан такой, что люди и жить не жили, и умирать сразу бы не умирали. Потом места для этих лагерей были продуманы в Заполярье, там, где вечная мерзлота, там, где жить крайне сложно и умирать очень быстро можно. Потом, предварительно, согласно этому проекту, друзья, о, я же упустил кое-что, этот проект не просто проект, это проект государственного закона. Это не просто церковь решила. Там были не только церковные служители, кстати, я сейчас не скажу, что только священники, нет, но там были и генералы, адмиралы, там были чиновники очень высокого уровня, сенаторы, члены сената, то есть там были как бы государственные мужи, также очень влиятельные, богатые люди того времени. Проект был принят. Согласно этому проекту, еще была одна подлость допущена самим рязанским рязанским митрополитом, что предварительно все эти евангельские верующие, молокани, духовборцы, баптисты, штунды-баптисты, все-все-все, у кого в графе вероисповедания было записано, что они православные, подвергались подобным вещам, должны были подвергнуться. Значит, лишение всех прав родительских. Дети должны быть, согласно этому проекту, отобраны насильственно, несовершеннолетние, насильственно крещены в православии и оставлены в специальных православных приютах, где бы из них воспитывали бы как раз миссионеров, то есть против дела родителей, чтобы они шли. Потом лишились, согласно этому проекту, все евангельские верующие в Российской империи лишались всех прав имущественных, то есть полной конфискации имущества. И выход из лагеря смерти был лишь ногами вперед, либо вернуться в лоно матери церкви, но перед тем пройти путь адаптации. При каждом епархиальном управлении предполагалось, при миссионерском отделе предполагалось иметь место реабилитации пострадавших от этих, как говорится, сектантов, баптистов, пейсиатников и прочих. И там сектантов предполагалось гноить, убивать, либо их возвращать в лоно православной матери церкви, страдавшей очень сильным таким каннибализмом, будем так, в то время. Так вот, и проект был принят единогласно. Иностранные журналисты, бывшие там тайно, они увидели в этом очень страшное событие. И рискуя в чем-то, даже рискуя своей жизнью, в частности, мне рассказали историю, что на сайте Конгресса США можно найти информацию очень интересную об этом также, что оказывается, один из американских журналистов, бывший там, он рискует даже своей жизнью, он дал небольшую взятку, правда, тоже поступил, где-то использовал такие ходы, но благодаря этому прямая была телеграмма за океан прямо из Казани. С места происшествия этого за океан шла телеграмма, статья о событиях в Казани. Российская общественность до самой революции так и не узнала всей правды этого съезда, но американская узнала на будущее утро уже, потому что многие газеты публиковали это сенсационно. И вот, и благодаря этому этот проект так и остался проектом, он не стал законом. Это малость кажется, да, но она повлияла очень сильно. В то время в Конгрессе и в Сенате США в основном были верующие люди, не просто верующие такие вот, ну, верующие, не как госпожа Клинтон, которая предлагала гомосоциализм узаконить по всем штатам Америки, вот, значит, не так, как некоторые другие, не буду называть даже их имена, значит, но дай бог им покаяться так же. Но в то время было чудо политическое в Америке. Перед тем были демократы, и они довели, по сути, значит, все, ну, до печальной ситуации. В 96-м были выборы в Америке, накануне этого Казанского съезда. Были выборы в Америке, и, слава богу, пришли республиканцы. Не то, что я сейчас не агитирую, если нет граждан Америки, да, но сам я, ну, понятно, по убеждениям я республиканец, но я убежден, не то, что я сейчас вот выгораживаю сейчас республиканскую партию, и там много есть проблем, и там есть много таких людей, что от Орвида выбросить, к сожалению, но все-таки в 96-м пришел к власти человек, который боялся Бога. Это был Уильям МакКинли. Уильям МакКинли, 25-й президент Америки, который был реформатором. Его называли Пуританином, как только не обзывали его в СМИ некоторых. Он любое свое дело законопроект подписывал лишь после того, как был на коленях в молитве перед Богом. И, в общем-то, человек, который опять христианству стал разворачивать всю мощь Соединенных Штатов Америки, который экономику, политику, по сути, реформировал американскую, отказался от доктрины Монро, так называемой позиции изоляционизма, будем так говорить, и вывел страну из этого кризиса тогдашнего. Пошел потом на второй срок, но его убили один польский анархист, Польша в то время была частью Российской империи, то есть вы понимаете, откуда шел заказ этого убийства этого президента американского. То есть Российская империя не простила, политики многие не простили ему этого вмешательства в дела Российской империи. Но Уильям Маккинли все-таки, он сделал очень благородное дело. Он поставил ультиматум перед русским царем и объявил, что в случае подписания такого законопроекта, если эти фабрики смерти православной инквизиции заработают в Заполярье, то России объявлялась бы изоляция, экономическая блокада, политическая, религиозная и прочее. И проект, так и со проектом, резолюция Николая Второго была оставить до времени. Ладно, не буду больше много что рассказывать, есть чем поделиться еще, но поберегу ваши уши. Я удивляюсь, что у некоторых современных христиан, протестантов у некоторых, еще хватает ума говорить, что мы не должны влиять на политику. Я думаю, что у некоторых христианских пастырей, дай бог, меня посмотрели сейчас российские некоторые пастыря, украинские пастыря, белорусские пастыря, другие священнослужители, протестантских церквей, пожалуйста, не думайте, что вы, если вы будете в стороне от политики, в стороне от всего, жить лишь своим узким таким миром религиозным, что вы спасетесь. Не думайте, это страусовая политика, психология, она вас погубит. Сто процентов. Сегодня угроза фашизма в России налицо. Сегодня угроза в России новой тирании налицо. И, в общем-то, мне очень страшно за мою родину. Очень страшно. И, к сожалению, сегодня призрак не просто коммунизмом бродит. Сегодня он уже заквасил фактически все общество. Но где те проповедники, которые будут показывать на Иисуса? Где те правдолюбцы, будем так говорить, которые будут показывать на Иисуса Христа и на Евангелие, на Божье Слово? Друзья мои, я думаю, что пришло время реформации. И несмотря на то, что тьма сгущается, я знаю, что перед рассветом тьма сгущается всегда. Я знаю, что перед этим ужасом тьма сгущается. Ужасом для дьявола. Христос возвращается. Сегодня языки вспоминали уже. Я хочу вспомнить еще не конец его, но немного такое не очень радостное царствование, а начало его царствования. 18 главу 4 царств. Вспомним, дома почитайте. Начало Великой Реформации в Иудее, в Иерусалиме. Человек, который побоялся Бога. И сказано было в Слове Божьем, что такого, как он, не было ни до него, ни после него в Иерусалиме. И он не побоялся поднять руку на Нехуштана, на медного змея, которого Моисей сделал в пустыне. И уничтожил, потому что из этого сделали идола евреи, и поклонялись Икадили ему. Он уничтожил рощи, дубравы. И Бог почтил, очень сильно почтил этого праведника. И когда пришли враги, синахерим и прочее, они просто-напросто исчезли. Потому что Бог, Он заступился за своих детей. И если мы будем искать Бога, служить Богу, Бог заступится за нас. Слава Иисусу! И Бог благословит нашу землю. Давайте встанем, друзья. Пришло время сорвать маски. Пришло время на белое показывать и говорить, что это белое. На черное – это черное. Пришло время на самом деле смотреть правде в глаза. И я убежден, что сегодня пришло время покаяния. И еще, друзья мои, я здесь единственный сейчас пока в рясе с крестом на груди. И я прошу вас молиться за реформацию православной церкви. Сейчас это вопрос уже даже политической важности. Не только религиозной важности. Сейчас это вопрос даже вообще жизни или смерти России, по сути. И если реформация сейчас в православии не произойдет, Россия будет обречена на новый вид фашизма. Новый вид коммунизма. Но еще больше в худшем масштабе и худшем качестве, чем было тогда. Ну, в 70-м лет назад. Потому что уже на сегодняшний день, по данным российских правозащитников, порядка 100 тысяч молодых людей до 25 лет являются членами неофашистских организаций в России. Потому что сегодня есть политический заказ, определенность Кремля на развитие этих фашистских структур в Российской Федерации. И вторжение в Грузию, я думаю, это было лишь началом. Я думаю, что даже Евросоюз, он не спасет, может не спасти Латвию. Друзья мои, не надейтесь на Брюссель, не надейтесь на кого-то еще. Тогда, в 20-е годы, 30-е годы, многие были в упоении и говорили, что демократии нас не выдадут, европейские. Союзы, они быстро собираются, но они могут быстро распадаться. Я знаю это из истории. Я кое-что, как вы все видел в истории, крушение многих союзов. Так вот, и не думайте, что граница Евросоюза спасет Латвию от тирании новой, которая сегодня в Кремле рождается и уже становится на ноги. Друзья мои, я прошу вас сейчас молиться о реформации. И молиться о том, чтобы дух коммунизма покинул пределы нашей Родины, пределы России. Чтобы не развязывались снова эти войны. И, конечно же, моя молитва о том, чтобы было покаяние и президента Медведева, и Путина, и команды всей этой. Сегодня демонизированные, сегодня спиритические команды, оккультные команды. Но я убежден, что Божий Дух уже стучится в Кремль. Божий Дух уже стучится, и Он готовит покаяние этим людям. Слава Богу. И поэтому важно, чтобы этот стук, он был услышан. Чтобы не ожесточились сердца людские. Чтобы открылись, наоборот, и чтобы смирилось всякое гордое человеческое. И чтобы на самом деле Божий Дух совершил свою грандиозную работу нашего времени. Слава Иисусу Христу. И сказано, встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит Тебя Христос. Аминь. Бог Святой, я благодарен Тебе, Боже, за этот день воскресения Твоего. За день победы Твоей над адом и смертью. И народ Твой, Бог, взывает в Тебе. Бог, благостави, помилуй Латвию. Бог, благостави, помилуй Европу. Бог, благостави, помилуй Россию. Во имя Иисуса Христа пусть не ужасы, тираний. Они бродят по Европе и по Азии. Но пусть, Господь, Твой Дух Святой приходит и обличает мир о грехе. Пусть прославляет Иисуса Твой Святой Дух. Пусть Церковь смирится. И, Господь, пусть Церковь не блудница. Услужливая вот такая подстилка сильных мира и всего. Но Церковь, как невеста, прославляющая Тебя, Бога Святого, поднимется на нашей земле. Во имя Иисуса Христа. Дай покаяние протестантским пастырям. Дай покаяние православным пастырям. Дай покаяние католическим пастырям Божьим и других динаминаций. Божий всемогущий, пусть прославится Твое Святое имя на нашей земле. Господь Святой, я прошу Тебя, Боже, коснись и патриарха Алексея Второго, и других лидеров православия. Бог, произведи покаяние. Дай им, Господь, Боже, смириться. Боже, не гордиться, но смириться. Пожалуйста, не ожесточи их сердец, Бог. И пусть, ведь в Твоих планах есть Твоя мечта, есть Слово Твое, которое говорит, что я не хочу смерти грешника, но чтобы грешник был обращен и был жив. И ты не хочешь смерти погибающих, Господь. Ты хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Твой Дух Святой достучится в сердца людские сегодня, этим Днем Воскресения. Пусть, Господь, Боже, в разных деноминациях, Боже, этот поворот к Тебе произойдет, Господь, Слово Твоему, к имени Твоему Святому. Да прославится Твое Святое Имя, Твое Царство, Господь. Да пребудет на этой земле, как на небесах. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Царь Вселенный. Слава Тебе, Бог Богов. Слава Тебе, Господь, Господствующих. Царь Царей. Во имя Иисуса.